Многие владивостокцы, особенно жители пригорода, знают о том, что больше двух лет назад маршрут электропоездов сильно изменился. Всему виной капитальный ремонт железнодорожного тоннеля имени Иосифа Сталина. Оно и понятно, тоннелю 83 года, а последний капитальный ремонт он переживал в далеком 1960-м. Для того, чтобы сохранить доступность электропоездов для населения в осенне-зимний период, администрация города предусмотрела вариант частичного сохранения пассажирских маршрутов до третьей рабочей и обратно. Однако весь участок железной дороги от тоннеля имени Сталина до мыса Чуркин был недоступен для тех горожан, которые предпочитают электрички, автобусам и маршруткам. И вот журналистов и блогеров пригласили на очередной пресс-тур, чтобы показать, как идут дела в тоннеле. Передвижение по строительной площадке строго в средствах индивидуальной защиты. В средствах индивидуальной защиты у вас относятся вот каска, головной убор и жилет сигнальный. Инструктаж продлился недолго. Все торопились посмотреть, как продвигается ремонт и поскорее рассказать про это жителям Приморской столицы. Первое, что бросилось в глаза – отремонтированный портал. Оказывается, реконструкции подвергли не только внутреннюю часть тоннеля, но и восстановили входы в него. Причем не только с северной стороны, то есть со стороны третьей рабочей, но и с южной. Ведь до ремонта их состояние оставляло желать лучшего. Это восстанавливается по архивным фотографиям. И таким же образом восстановленный северный портал. На самый главный вопрос, интересующий всех собравшихся, руководители ремонтных работ ответили уверенно – в мае. Именно в этом месяце, обещают они, будет полностью восстановлено пассажирское сообщение электрическим ЖД-транспортом. Мы идем в графике. У нас сомнений нет. Главное, чтобы, конечно, вопрос, чтобы окна предоставлялись так же стабильно, нормально, без срывов. Имеется в виду окна технические. Ведь тоннель, несмотря на то, что находится на реконструкции, активно используется для грузовых перевозок и многого другого, не связанного с пассажирским транспортом. Ну а пока строителям осталось провести коммуникации, навести марафет. Ведь тоннель должен быть не только технически исправен, ну и соответствует требованиям промышленной эстетики. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.